Соревнования, посвященные Дню Победы, стали традиционными и проводятся 12-й год подряд. Турнир открыли выступления почетных гостей, а после поднятия российского флага капитанами команд начались поединки. Этот турнир имеет особое значение для участников соревнований. Посвящая состязания 9 мая, борцы тем самым отдают дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны. В соревнованиях собирают спортсменов не только с Ямала, но и с соседних регионов. Самая многочисленная команда – Губкинского. За два дня турнира на ковер выйдут 72 лучших борца. В соревнованиях принимают участие победители и призеры Уральского федерального опыта первенства Ямала. Состав, скажем так, хороший. В соревнованиях принимают участие спортсмены разных возрастных категорий. Самым старшим 17-18 лет, младшим 8-9 лет. Призовые места, первые места есть. Также на всероссийских занимал некоторые места, третьи. Несмотря на противостояние сильных соперников, губкинские спортсмены не уступают и уверенно идут к победе. В моем весе, я думаю, я всех выиграю. В этом году в соревнованиях приняли участие 127 спортсменов. Поддержать своих друзей и родственников пришли немногочисленные болельщики. За Губкинский, за мой город. И пока что все идет нормально. Пока неплохо, вроде бы все борется еще. Губкинский как бы выигрывает. Большинство призовых мест в этом турнире завоевали спортсмены из Губкинского. В своих возрастных категориях победителями стали Максим Щербаков, Арсланбек Абдулабеков, Богдан Шаров, Данил Добронравов и другие. А среди спортсменов младшей группы большинство первых мест достались борцам из Сургута и Излучинска. Тинатина Манканова, Сергей Макарчан. Новости Губкинского.